Каждый день в больницах и медицинских центрах по всей стране проводят тысячи операций, которые спасают жизни. Но для успешного исхода часто требуется донорская кровь. Всё начинается с регистрации. Необходимо заполнить анкету и пройти первичный медосмотр. Если всё в порядке, то можно приступать к заветной процедуре. Об ограничениях здоровья всегда важно помнить, но принцип всегда один. Если вы здоровый человек, вы должны быть донором, просто должны. Если вы больной человек, вы не можете быть донором. Вот такое правило. Ну и плюс ещё и такое моё личное мнение, что женщина не должна быть донором, потому что женщина с менструациями теряется порядка где-то литра-полутора литров крови за год. То есть она уже как бы 2-3 кроводачи точно даёт. Поэтому уж если эксплуатировать, только это эксплуатировать надо мужчин. Донорская кровь необходима для спасения жизни в операционных, природах и в лечении различных заболеваний. Например, для больных онкологии эта процедура жизненно необходима. Если вы хотите спасти больного с острым лейкозом, дать ему пожить хотя бы один месяц, то для этого должно быть использовано 60-70 доноров. То есть 60-70 человек должно сдать кровь, чтобы один больной прожил с острым лейкозом в месяц. Сам процесс занимает около 10 минут. За это время жертвуется от 400 до 500 миллилитров крови. Это стандартный объём, который безопасен для здорового человека. Многие люди всё ещё не решаются стать донорами. Но существуют способы преодолеть внутренние барьеры. Тут, знаете, как у Брэнсона «берись и делай» – это одна история. А другая история, когда страшно, но я всегда своим говорю, кто со мной ходит кровь сдавать. Вы всегда можете найти себе некий маячок, за кого зацепиться и вместе с ним пойти. Вас кто-то должен держать за руку. Я вот, собственно, так и делаю. То есть тот, кто боится сдавать, я беру их за руку. Мы вместе идём, вместе сдаём. Они понимают, что это достаточно легко сделать. При чрезвычайных ситуациях необходимость донорства крови только возрастает. Недавно многие жители Пушкинского встали в очереди, чтобы поддержать раненых в трагическом инциденте в Крокус-Сити-Холле. Эти действия стали примером человеческой солидарности и самоотверженности. Иван Чинаев, Мария Головачёва, Анна Белова. Новости Большого округа.